1 миллиард 700 миллионов рублей на дороге. В этом году комплексно отремонтируют 17 улиц. В середине апреля масштабные работы начнутся на Лесной, Осипенко, Волжском проспекте, Некрасовской и многих других. Городские артерии преобразятся, заменят бордюрный камень, уложат новое асфальтовое покрытие и приведут в порядок тротуары. Большинство этих улиц расположены на гостевом маршруте. Любая хозяйка, когда ждет гостей, она приводит всегда в порядок туда, куда приедут и идут гости. Так же и здесь. Мы сегодня в этой части приводим город в его исторической части. Почему вы и заметили даже улицы, которые на сегодняшний день, я назвал Молодогвардейская или Чапаевская, которая уходит в сторону Самарского района и доходит до этого. То есть она приводится в порядок, потому что там находятся, окровенные объекты культуры и наследия, красивые здания, которые попадают под туристический или гостевой маршрут. Сейчас в Самаре активно идет аварийный ямочный ремонт. В ночь на 11 марта работ велись на участках улиц Советской армии, Максима Горького, Осипенко, Мичурина, Солнечной, Калининградской, Уральской, Советской и проспекта Кирова. Отработанная технология. Сначала ремонтники обрабатывают края ямы, затем продувают все для более крепкого сцепления литого асфальтобетона. В этом году восстанавливать самарские дороги начали раньше, еще в середине февраля. Муниципальное предприятие благоустройства продолжает наращивать темпы. Количество кохеров и бригад рабочих увеличили до шести. Площадь отремонтированных участков уже превысила 12 тысяч квадратных метров. На 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Работают без выходных. Предприятие в празднике ни на один день не прекращало эти работы. За праздники выполнено более 2000 квадратных метров ремонта. Литая асфальт – это бетонная температура 200 до 220 градусов Цельсия. Поэтому, в принципе, она эффективно в такую погоду ложится. Хорошая акдезия происходит и держится в течение гарантийного срока. Работают в усиленном режиме. Погодные аномалии по Волжье в этом году прошлись по асфальту. Частые скачки температуры привели к разрушению дорожного полотна. В основном страдают дороги, которые комплексно не ремонтировали больше 12 лет. Неудовлетворительное состояние таких магистралей – следствие недофинансирования в предыдущие годы. Если же трещины появляются на дорогах, которые ремонтировали капитально, приводить в порядок такие улицы будут подрядчики по гарантии. В случае нарушения установленных сроков штрафы существенные. Претензии к гарантийным дорогам подрядчики должны исправить до 1 июня. Там, где есть гарантийный ремонт, где есть проблемы с гарантийным ремонтом, они тоже выйдут в тот же межремонтный цикл, который когда с 15 числа и тому подобное, они в полном объеме заменят там, где нужно будет заменить верхний слой. Вот мы выйдем на строительный сезон. С наступлением устойчивой положительной температуры дорожные службы приступят и к карточному ремонту – до 100 погонных метров. Такие меры затронут улицы, комплексный ремонт которых планируется только в будущие годы. Без внимания не оставят и дворы, и внутриквартальные проезды. На эти цели уже выделено 175 миллионов рублей. Еще одним шагом к ровным дорогам должна стать модернизация асфальтового завода, где инвестор установит новое современное оборудование. Качество асфальта должно существенно повыситься. Решается и вопрос о том, чтобы завод работал круглый год. Редактор субтитров А.Семкин